Междворовый подъезд у дома на улице Бойко-Павлова превратился в транспортный коридор большегрузов. Уже неделю жители наблюдают, как их проезд разбивают самосвалы. При этом разрушаться начал и жилой дом. Репортаж Ульяна Крамаренко. Куда они прут? Почему позвонили? Груженные КамАЗы с 6 утра до самого вечера везут грунт мимо жилого дома. Этот самосвал 30-й по счету, говорят жители. За неделю тяжелая техника сорвала остатки асфальта и накатала колеем. Нервы жителей сдали, когда один из КамАЗов зацепил угол дома. Кузовом зацепил и увез деревяшка. Вот она. Видите, одна осталась, а вот этой боковой нет. Зацепил кузовом и увез ее. Все, сорвал балку с дома. Двухэтажный барак на улице Бойко-Павлова стоит с 1933 года и сохранился неплохо. По словам жителей, дом заметно начал кренить неделю назад. Груженные самосвалы продавили грунт. Фундамент барака просел. Деревянная стена начала буквально складываться. Он стоял нормальный. А вот они начали ездить. 18 тонн по дороге едет. Дом вибрирует. Весь ходит ходу. Потому что машина такая. Машина как до второго этажа. И все начинает рушиться. Большегрузы едут к оврагу в 50 метрах за домом. Сейчас здесь бульдозер выравнивает свезенный в яму грунт. Откуда он, неизвестно. Все, что удалось выяснить жителям, где-то в Хабаровске роют котлован для будущей новостройки. Он на нас на всех сильно матерился и ругался. И говорил, что ему дали указ, что он должен ехать. И его ничего не интересует. Разрешение есть? Какие-то документы? Дина! Приезжай! Быстро приезжай! Представитель строительной фирмы приехал буквально через 10 минут. Дать комментарий о том, что здесь происходит и есть ли разрешение на свалку грунта не захотел. Предложил адресовать эти вопросы администрации Кировского района и уехал. В мэрии Хабаровска сразу заявили. Набойка Павлова, груженой техники, днем ездить запрещено. Разрешение на свалку грунта в овраг мэрия никому не давала. Место не зарегистрировано, как полигон. Кто самовольно решил использовать его, будет выяснять теперь не только мэрия, но и полиция. Организованы свалки или сброса мусора. Организована полигона по этому адресу нет, отсутствует. Управлением будут предъявлены мероприятия по восстановлению лиц, производивших сброс грунта по указанному адресу. Любая незаконная свалка в черте города наказуема штрафом. На первый раз до 30 тысяч рублей на юридическое лицо. Чтобы добиться восстановления дома и прилегающей территории, жителям придется самостоятельно обращаться в суд.